Пептиды это очень короткие белки размером всего в один нанометр. Они содержат от двух до десяти аминокислот, а в организме заставляют стареющую клетку работать так, как она работает в молодом и здоровом теле. В результате восстанавливается биологическая и функциональная активность органов и тканей, нормализуется синтез белка. В настоящее время Владимир Ховенсон является автором 39 пептидных биорегуляторов и шести лекарственных препаратов, которые выпускаются фармацевтической промышленностью и успешно применяются в медицинской практике. Конечно, вот это направление, оно принципиально важное. Ведь возьмите, я насколько помню, сейчас в России 26 миллионов лиц жилого старческого возраста, а буквально через 10-15 лет их будет уже 40 миллионов. Это большая проблема на уровне всего мира и в России это тоже серьезная проблема построения населения. Во всяком случае, медицина это коснется очень большом масштабе. Поэтому разработка вот этих технологий, конечно, принципиально важна. Мы сегодня говорим о геронтологии, о борьбе со старостью. Сегодня это актуальные проблемы, потому что у нас очень много ученых с крупными, как говорят, именами, достижениями, но они уже в возрасте. И, конечно, надо продлить их жизнь, потому что потенциал их высок. И когда мы говорим о Ховенсоне, это человек, который, собственно, посвятил свою жизнь именно этому направлению. Это очень важно, это очень интересно. И надо таких людей поддерживать. Да, в этом направлении ведется определенная научная работа. И многие направления связаны с особенностями течения тех или иных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. Это касается и кардиологии, и эндокринологии, и хирургии, то есть всех специальностей, которые так или иначе связаны с возрастным различием подхода к тому иному лечению. А учитывая, что продолжительность жизни растет во всем мире, как и в России, то эти проблемы являются очень-очень актуальными. На самом деле, конечно, панацеи от старения нет. И в основе профилактики старения прежде всего лежит образ жизни. Но то появление пептидов и научных исследований в этой области безусловно является прорывной технологией. И сейчас появляется все больше и больше публикации на эту тему. Ведь мы, в общем, ученые привыкли доверять цифрам, исследованиям, фактам. И вот, так сказать, тот каскад исследований, который уже проводится и проведен, который касается пептидов, конечно, это вселяет оптимизм. Речь идет о продлении жизни. Это, пожалуй, самая важная проблема на Земле. Тем более, когда мы живем в век, когда очень много всевозможных воздействий негативных на человека. Работа Ховенцона очень интересная. Он перспективный человек и ученый. И этим все сказано. Дай Бог ему удачи. Все наши пептиды, иногда их называют пептиды Ховенцона. В чем отличие от всех других пептидов и прочее? Пептиды Ховенцона – это вещества, которые регулируют конкретные гены. Вот что такое старение? Старение – это снижение активности генов и снижение синтеза белка. Потому что гены контролируют синтез белка. Снижается синтез белка, снижается функция органов. Возникает заболевание то или иное. Или старение. Поэтому, когда мы активируем гены, активируется синтез белка, повышается функция ткани, органов, и организм более эффективен и дольше живет. Вот такова формула жизни. То есть пептиды, гены, старение. Ну, как бы мы так вот описываем. В свое время Ховенцона упрекали в том, что опыты на мышах, успешно доказавшие, что группы животных, принимавших пептиды, живут в среднем на 40% дольше, это лишь опыты на мышах. А что будет с человеком, еще неизвестно. Так вот, исследования на человеке тоже были проведены. А точнее, на целой группе людей. И причем в течение продолжительного времени. Когда мы провели исследование на людях, 15-летнее исследование, клиническое исследование, 15 лет, делали мы это в двух местах. Вот одно из них место, это Институт геронтологии Национальной Академии Медицинских Наук Украины. Совместно с академиком Каркушко Олегом Васильевичем, кстати, ему 83 года уже исполнилось. А работу начали под руководством академика Чеботарева Дмитрия Федоровича, который был деатором института еще в советское время. Вот мы начали эту работу в Киеве, там блестящая клиника, отобрали людей. Примерно средний возраст был 65 лет. И вот им вводили два раза в год пептиды, тимусы, эпифизы и другие еще. Все это заносили в историю болезни, два раза в год их клали в клинику на целый месяц, обследовали. И два раза в год делали такие курсы лечения. Прошло 15 лет. И вот мы получили через 15 лет у те люди, которые получали препараты, снижение смертности на 50%. По сравнению с контрольной группой. В 90-х годах мы познакомились с Хавинсоном. В 91-м году, когда он приехал к нам в институт и доложил свои взгляды, а мы работаем в этом направлении, мы решили провести это исследование. Мы даже не ожидали этого эффекта, что пептиды положительно влияют и увеличивают выживаемость людей с ускоренным старением. В частности, ишемическая болезнь сердца, несмотря на применение стандартной терапии. Потому что вторая группа, которая не получала пептиды, вот это в них различие 38-40% выживаемости за 15 лет. Продолжение следует...